Марк, собственно говоря, нам осталось, насколько я понимаю, насколько, так сказать, сегодня опубликовал заложенный после о своем разговоре с генералом Миле, осталось до, так сказать, часа Че, там, считанные дни, да, и, наверное, уже и погода, и, как сказал Игорь Клименко, заместитель министра внутренних дел, что 8 бригад гвардии наступления сформировано, сформированы армейские бригады. Ну, собственно говоря, есть планы по формированию дополнительных бригад, как они говорят, поэтому все уже, так сказать, на стреме. Только вот срок и, самая главная тактика и стратегия, вот мне кажется, что будет много неожиданного. Ну, да, направление ударов, потому что, видимо, все-таки это будет не один удар. Тут источники московские сообщают о том, что какая-то переброска уже идет из центральных регионов Украины, ну, это объективно, она может идти в связи с контрнательными, а может, эта ротация идет, ну, там говорят о запорожском направлении. Но я думаю, что, скорее всего, будет какая-то совершенно неожиданная, неожиданная динамика событий и совершенно неожиданное направление, поэтому гадать сложно. Но, очевидно, ведь тут что важно, я не знаю, насколько вы следили, они пытались разогнать версию про то, что российское ИПСО заключалось в следующем, что, что вы нам говорите, что большого наступления не было у России. Такого и у Украины не будет. Вот как толкались там вот на основных участках, там, от Бахмута до, там, Угледара, от Сватова-Кременной и до, там, Авдеевки, так оно как-то вот все и будет. Вот, у Украины нет достаточных сил, средств, ресурсов для того, что у вас есть какое-то крупномасштабное наступление с деоккупацией значительной части территории, с тех 18-19%, которые занимает Россия, сейчас оккупирует Россию, ничего не будет, понимаете? И почему это делалось? Для того, чтобы противопоставить вот этому давлению, в том числе и, ну, скажем так, психологическому, которое оказывают Украина и ее союзники на Москву, поскольку, ну, действительно, наступление, контрнаступление Украины не началось, а все его обсуждают. Это уже навязывание повестки. Вот, отыгрыш заключался в том, что у Украины нет сил, она недостаточно обеспечена средствами, и, так сказать, мобилизация дала тот свой результат, что Украине не удалось молниеносно освободить свою территорию, а значит, ну, все будет приблизительно так, как было. Сейчас уже есть понимание, что нет. И, вы знаете, этому помогла утечка документов, кстати. Она показала, что формируются бригады, обеспечиваются западным вооружением, и, повторяя, эту махину, которая бежит, вот, крутится на полном ходу, она так не останавливается, что вот просто нет, не будет, ну, как не будет, уже механизм запущен, и он неотвратим. И вот разговор, вот Андрей Дмитриевич Пьянковский говорит, что в Америке начались какие-то консультации на нижних уровнях с российской стороной, ну, я так подозреваю на уровень послов того же Антонова и еще каких-то лиц, в попытке, ну, вот, а давайте как-нибудь попробуем договориться, помимо Украины, чтобы вот не надо контрнаступления, давайте, мы готовы что-то уступить, где-то подвинуться. Вот. Я думаю, Москва уже более-менее это сигнал о том, что она понимает, что будет контрнаступление, и не очень понятно его исход, пусть даже промежуточный, и самое главное, у Москвы нет плана, как это отыгрывать на внутреннем контуре, потому что раздрайв очень большой. Ну, он пока сдерживаем тем, что, а, собственно, что в альтернативе, то есть все эти противостояния Пригожиных с генштабами и так далее, они, может быть, не разрешаются кровавым столкновением только потому, что, а что, а как, а кто будет, а что, куда, у них нету плана какого-то выхода, плана смены, какого-то плана, значит, в попытке избежать последствий. И мне кажется, это сдерживающий факт. А каким он будет, если, допустим, Крым очистит? Ху, а кто его знает? Или, хорошо, Крым нет, хорошо, хорошо, Крым нет, хорошо. Ну, ворвутся в Мелитополь, оттуда установят технику, разрушат Крымский мост. Этого мало? То есть этого недостаточно? У них паника, Марк, потому что, если Шольц заявил, я как раз пару часов назад это обсуждала с Андреем Андреевичем Пятковским, если Шольц заявил, что русские просят у нас, чтобы мы пообещали, не только у нас, у всех стран Европы, что это оружие, которое мы даем Украине, не будет использовано для нападения на Россию, значит, они об этом уже думают, они этого боятся. И 9 мая, как пошутил Пиранковский, возможно, будет на параде двойник, его убьют, потому что беспилотники уже летают в Московской области, а Путин будет в женском платье убежать куда-нибудь в Бразилию. Не, ну, это отдельная прямо тема, она заключается в том, что, я уверен, что эта публикация Вашингтон-Пост, рассказывающая о 24 февраля, но появившейся почему-то постфактом вот буквально накануне 9 мая, тоже не случайная, о том, что Москва выговорила для себя с Вашингтоном, пожалуйста, уговорить, и Киев на дегазовщину не бомбить Кремль, дроны не пускать, прям камиказы в кабинет Путина. Ну, я условно, я утрирую, естественно. Мне кажется, что это все появилось канун 9 мая не случайно. Это тоже определенный сигнал. Тогда, мол, договорились, а сейчас договорились. Поэтому ничего не обещаем, ничего не гранируем. И он, получается, Путин в каком-то таком... Да, он может какого-то двойника, еще что-то, он может что-нибудь придумать. Но, ну, хорошо, вы представляете, падает живой Путин на площади от удара, значит, по трибуне рядом с Музолеем, а тут, как ни в чем не бывало, выйдет Путин и скажет, ага, это был двойник. А что за страна такая? Теперь уже он не докажет, это он двойник. Ну, конечно. А может, наоборот, настоящего Путина угрохали, а это вот двойник. Понимаете? Это все, там уже конспирологии никакой не надо. Ну, я со с кем-то отношусь к теме двойников, но все равно. Но нерешаемо, значит, он стоит перед каким-то выбором, либо не выходить на площадь, это уже, да, и бессмертный полк. Так кто воюет? На чьей территории война? Тогда, получается, на вашей территории война. Вы же учитываете войну в своих даже праздниках внутри, глубоко внутри, там, Москва и так далее. То есть, это означает, что война на вас влияет ничуть не меньше, чем на Украину, а может даже в чем-то и больше. Страх больше. В войне, вот, в Украине детей убивают. Они, вот, у Украины деваться некуда, она же не улетит в космос. А у вас-то этого не было. А вдруг это теперь у вас будет? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok